Заемщики перестают платить с квартиры что-то не так. Васька наркоман-алкоголик, жития соседям не дает. Новую, недорого, этот пункт можете из моего топа убрать. И я не сумасшедший, чтобы этими деньгами рисковал. Добейте его вот там в комментариях. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Мой топ-квартир, который я никогда не куплю. Ни в какой ситуации, ни при каких обстоятельствах. Для тех, кто впервые на нашем канале, я руководитель агентства недвижимости практически уже с 12-летним стажем. Надеюсь, вы понимаете, что мне есть что вам сказать. Ну что, погнали. Квартиры с непонятными документами и мутной историей. Если в процессе проверки квартиры на юридическую чистоту у меня возникает хоть малейшее подозрение, что с квартирой что-то не так, я просто откажусь от покупки данной квартиры. Я не буду рисковать, не буду надеяться на авось, не буду думать, что все негативное случается где-то там с кем-то, но не со мной. Я же по жизни счастливчик. Мне обязательно повезет, меня обязательно пронесет. Нет, я пройду мимо такой квартиры, даже если цена у такой квартиры очень даже заманчива. Я знаю цену деньгам, я знаю, каким образом они мне достаются. И я не сумасшедший, чтобы этими деньгами рисковать. Да-да. Ну как там с деньгами? А? Как с деньгами-то там? Квартиры с прописанными. Наверняка часто в рекламных источниках вам попадались такие фразы «требуется процедура выселения». Такие объявления, как правило, размещают банки, заемщики перестают платить по счетам, что называется, по ипотеке, и банк выставляет квартиру в продаже. Так вот, даже банки с их огромным штатом юристов не хотят связываться с такими квартирами, не хотят брать себе вот этот головняк по выписке предыдущих собственников с этой квартиры. Либо просто продавец уговаривает вас купить его квартиру с ним, с прописанным, и мол, он когда-нибудь обязуется через месяц после сделки из этой квартиры выписаться. Может выписаться, а может и не выпишется. В любом случае, это ваш головняк. Оно вам надо? Квартира, которая очень часто перепродавалась за последнее время. Смотрим историю квартиры. Если за последний год-два квартира перепродавалась 3-5 раз, это первый звоночек о том, что с квартирой что-то не так. Либо в юридическом плане что-то не так, либо странное соседство имеет данная квартира. Либо какой-нибудь сосед Васька наркоман-алкоголик житья соседям не дает, либо еще какие-нибудь прекрасные соседи. Первые три пункта из моего топа так или иначе связаны с юридической чистотой квартиры. В этом списке, как вы видите, нет квартир, где в собственности дети, нет квартир в ипотеке. В любом случае, это не так все страшно, это все решаемо, поэтому я в свой топ такие квартиры не вносил. Квартира-студия маленькой площади. Те, кто давно подписан на наш канал и следят за моим творчеством, наверняка знают мое отношение к таким квартирам. Я уже не раз об этом говорил. Вот сейчас, в данный момент времени, такие квартиры очень актуальны. Но помните о том, что покупая квартиру новую недорого, пусть в районе даже с развитой инфраструктурой, вы покупаете, во-первых, большое количество квартирантов в аналогичных квартирах справа, слева, сверху, снизу. Большое количество каких-то неблагополучных людей, это тоже ваши будущие соседи. И большое количество квартир, такие же квартир, как ваши, будут сдаваться по часам и суткам. Вам такое соседство нужно? Квартиры на окраине города. Да, на окраине города можно купить вполне себе неплохой вариант, новую квартиру. Достаточно недорого. Но помните о том, что в большинстве своем цена данной квартиры складывается из того, что в данный момент времени, в данном районе, еще наверняка нет каких-то объектов социальной инфраструктуры. Там нет работы. На работу вы будете ездить в город. Учитывайте время на работу и с работы. Учитывайте то, что даже на какие-то развлечения, на какие-то кружки, на какие-то развивайки вы детей будете возить в город. Учитывайте это время, пожалуйста. Если все, о чем я сказал выше, вам как бы все равно, то вполне себе можно рассмотреть такие квартиры. Этот пункт можете из моего топа убрать. Квартиры над нежилым помещением, над магазином. Я имею в виду сейчас, конечно же, квартиры на вторых этажах. Покупая квартиру над нежилым помещением, вы изначально подписываетесь, берете на себя какие-то дополнительные обязательства, риски в том, что, допустим, вы нечаянно вдруг зальете магазин под вами. И будете нести материальную ответственность за испорченный товар в этом магазине, допустим. Либо в этом магазине произойдет пожар, либо взорвется газовый баллон. И это, естественно, не обойдет стороной вашу квартиру. Вы сейчас в комментариях, конечно же, можете написать. «Послушай, но сосед Васька наркоман, он может не меньше хлопот принести с этим бытовым газом». Согласен, согласен. Полностью с вами согласен, даже спорить не буду. Но покупая квартиру над нежилым, вы как бы это добровольно, что ли, берете на себя вот эти риски, как-то удваиваете их, что ли. Причем действительно на добровольной основе. Квартира на первом и последнем этаже. Довольно часто в рекламных источниках можно встретить такую фразу. «Куплю квартиру в вашем районе, первый и последний этаж не предлагать». Не буду углубляться, почему же наш народ, наш покупатель не любит ни первый, ни последний этаж. Вы все прекрасно без меня это знаете. Единственное, я бы немножко, наверное, поспорил в отношении последнего этажа в современном доме, либо в домах, где есть тех этажей. Где есть тех этаж, где практически полноценная квартира над вами, вполне себе можно такие квартиры на крайних этажах рассматривать. Это был мой топ-квартир, которые я никогда не куплю. Наверняка я что-то упустил, забыл. Допишите, пожалуйста, мой топ, добейте его вот там в комментариях. И либо поспорьте со мной в комментариях, если вы считаете, что я неправ, и какой-то пункт из того, о чем я сказал выше, лишний. Но помните о том, что прежде чем что-либо купить, думайте уже о том, как вы будете это продавать. По статистике, по аналитике моего канала, меня смотрят в большинстве своем молодые люди от 25 до 45 лет. Так вот, я уверен, что та квартира, которую вы приобретаете сейчас, это точно ваша не последняя квартира. Уж точно вы не мечтаете умереть в квартире на первом этаже, где-нибудь на окраине города. А вот если вы все-таки купили такую квартиру и планируете ее в ближайшем будущем обменять, продать, расшириться, то у вас с продажей такой квартиры в любом случае возникнут некие проблемы. Вам будет очень сложно получить с продажи ее хорошие, нормальные, вменяемые деньги. А если вы пожилой человек, если вас не интересует ни работа, ни какие-то торговые центры, то вполне себе можно рассмотреть окраину города, первый этаж, квартиры подешевле, но не забывайте обращать внимание, чтобы поликлиника-то была рядом. Еще раз, мнение сугубо мое. Естественно, могу ошибаться. У вас может быть свой топ квартир, которые вы никогда не купите. Напишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Обязательно ставьте лайки, если видео вам было интересно и полезно. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Пока-пока. Покупайте квартиру правильно. И помните о том, что продать хрущевку в районе с развитой инфраструктурой вам будет гораздо проще, чем новую студию, но где-нибудь на окраине. Покупайте квартиру. Покупайте квартиру. Покупайте квартиру. Покупайте квартиру.